МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Кризис не помеха развитию. Заместитель министра труда и социальной защиты России оценил ситуацию на рынке труда Чувашии. На страже закона сотрудники прокуратуры Чувашии говорили об итогах работы в прошлом году. От мифов до расчетов Чувашии презентовали альбом-каталог Чувашия космическая шоршалы. Правительство Чувашии держит ситуацию на рынке труда под контролем. К такому мнению пришли заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко и руководитель Рост труда Всеволод Вукулов. Федеральные чиновники посетили ведущие предприятия республики. В акционерном обществе АКОНТ ежегодно растут производственные мощности. Создаются рабочие места для инвалидов. 48 граждан с ограниченными возможностями трудятся на разных участках. Гости ознакомились с производственными цехами, новыми технологиями и специально оборудованными рабочими местами. Но все сравнивается и оценивается в цифрах. Занятость 0,7%. 5 тысяч безработных всего зарегистрировано. Все нормально. Какие проблемы? Как нам доказывать? Где этот кризис? Где чего? Вот это предприятие, все работают, все в плюсе. В этом-то и смысл наших антикризисных программ. Мы не поддерживаем субъект в целом. Может и не быть этих зашкаливающих цифр, слава богу, по безработице во всей республике. Но вот здесь, в этой точке, она ключевая, допустим. Для отрасли, для города, для тех смежников ее надо поддерживать. Отношение людей, оно сейчас уходит в сторону именно интереса к производственному процессу, к развитию предприятия, к импортозамещению. Республика активно работает в этом направлении. Мы надеемся на то, что меры будут более системные. В частности, может быть, при реализации программы активной политики, там уделять внимание именно при поддержке граждан, которые хотят создать собственное дело, других вопросов. У нас осталось очень хорошее впечатление сегодня от увиденного. И мы надеемся, что вот эта работа будет продолжена. Республика не стоит на месте. Есть много интересных предприятий, которые двигаются вперед, несмотря ни на какие обстоятельства. Несмотря на сложности, с участием военно-промышленного банка заложили в прошлом году капсулу. В июне, в будущем году будет введен новый завод. Это индустриальное домостроение. Где-то 700 рабочих мест еще мы там создадим. В прошлом году только начали мы индустриальный парк. Там три производства откроются у нас в этом году. Сотни рабочих мест создат. И тем самым дополнительные рабочие места у нас на несколько тысяч мы создаем. Но это новые высокотехнологичные рабочие места. В завершении встречи Михаил Игнатьев поблагодарил руководителей федеральных ведомств за конструктивное взаимодействие. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Вопросы трудоустройства выпускников обсудили первый заместитель министра труда страны Алексей Вовченко и руководитель Роструда Всеволод Вуколов в рамках рабочего визита на Чебоксарский электроаппаратный завод. Одно из самых важных направлений инвестиционной политики предприятия обучение и повышение квалификации собственных работников. Несколько лет назад на ЧАЗе был создан ресурсный центр. Работники предприятия могут повысить свою квалификацию, а студенты профильных вузов познакомятся с будущей специальностью. Обязательно нужно такое обучение, чтобы студент не был брошенным в процессе обучения. То есть, когда он учится и приходит сюда на четвертом или пятом курсе и уже конкретно знает свое рабочее место, конкретно знает, чем он будет заниматься, быстрее проходит и некий адаптационный процесс, который требуется любому пришедшему на новое место работы. То есть, после окончания вуза он уже готовый специалист. Сейчас на обучении в ресурсном центре находятся группы из 30 человек, и все они мечтают пойти работать на ЧАЗ. Я решила пойти работать на ЧАЗ, потому что это одно из ведущих предприятий Чувашия. А так как я учу в сфере именно энергетики, то это соответствует моим запросам. Обучающий курс отличается главным образом тем, что меньше теория. То есть, мы больше видим, больше изучаем и конкретно вникаем в суть нашей профессии. Вникнуть в работу ЧАЗ, заранее уже узнать в боевых условиях, что здесь как. И хорошо, что мы в теории ЧГУ изучаем, но нам же на заводе знать, видеть, как все люди работают, в каких условиях они работают, с каким оборудованием мы будем сталкиваться. Интересное оборудование, которое в ЧГУ, оно чуть более устаревшее, здесь все самое новое, все инновации здесь. Предприятие не просто знакомит с производством. В дополнение к студенческой стипендии ЧАЗ выплачивает вознаграждение. Ударником одна тысяча рублей, а отличником пять. Заместитель министра труда России Алексей Вовченко познакомился с деятельностью ресурсного центра и высоко оценил его результаты. Приятно, когда находишься на стабильном, понятном предприятии, которое знает, что делать, знает, как делать, имеет планы своего развития и производственной деятельности. И, безусловно, основа этой деятельности в том числе как раз таки те, кто в этом ресурсном центре находится. Это будущие работники, это будущие кадры, в подготовке которых предприятие само изначально также принимает участие, как нам рассказали, 4-го курса вузов и СПО тоже. Это крайне важно. Такая работа должна быть продолжена, а опыт распространен и на другие регионы, заметил руководитель федерального министерства. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Об итогах работы и приоритетах на перспективу говорили сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры. Участие в заседании приняло глава Чувашия Михаил Игнатьев. В прошлом году прокуроры республики пресекли немало нарушений в трудовом законодательстве. Благодаря своевременному реагированию была сокращена в два раза задолженность по заработной плате работодателей. Правоохранители возбудили 10 уголовных дел против организаторов финансовых пирамид, от действий которых пострадало более 2000 жителей республики. В центре постоянного внимания прокуроров находились и вопросы соблюдения прав и интересов детей. Нарушение закона при строительстве жилья сиротам, ненадлежащее медицинское обслуживание, отказы при приеме детей в дошкольные учреждения. Всего в этой сфере было пресечено более 9 тысяч нарушений. Взаимодействие прокуратуры и региональной власти выходит на первый план. Основная масса нарушений устраняется на стадии согласования нормативно-правовых актов. Только в прошлом году прокуроры изучили более 10 тысяч проектов. Более 2000 законных актов, которые в подавляющем большинстве случаев издавали муниципальные законодатели приедут в соответствии с федеральным законодательством после оспаривания прокуратуры. Большой объем работы проделан и по другим направлениям. В общей сложности пресечено почти 65 тысяч нарушений закона. Каждое третье правонарушение связано с различного рода учеблением социальных прав граждан. По всем внесены акты реагирования. Виновные должностные лица понесли заслуженное наказание. В связи с этим ежегодно возрастает степень доверия гражданам прокуратуры. В прошедшем году поступило свыше 40 тысяч обращений. 15-й съезд «Единой России» стал одним из главных событий последних дней. Его основные решения обсуждали в кулуарах форума. Главные темы съезда по-прежнему в повестке дня работы региональных отделений. Качество жизни – понятие всеобъемлющее. Оно складывается из многих факторов. И уровень развития медицины в регионе занимает в этом перечне одно из главных мест. Системный подход к обеспечению жителей республики качественной медицинской помощью на всех уровнях позволил республике выйти на лидирующие позиции в области демографической политики. Это не раз подчеркивали участники съезда. Если младенческая смертность в регионе низкая, это говорит о очень хорошей системе оказания медицинской помощи вообще в стране и в регионах. Это один из критериев Всемирной организации здравоохранения. Так вот, в Чувашии в этом плане замечательно. 3,3 промилле младенческая смертность на уровне Европы, на уровне США и Японии. То есть ведущих стран в этой области. Второй пример я привела, это очень, Чувашия, хорошо организованная реабилитация. Мы сегодня в Министерстве здравоохранения направляем одно из стратегических направлений это развитие реабилитации. То есть если мы поставили правильный диагноз, провели высокотехнологическую медицинскую помощь, обязательно после этого нужно делать так, чтобы пациент прошел реабилитацию. Тогда он будет совершенно здоров, если просто говорить. В стране это только начинается. Мы впервые создали нормативную правовую базу, мы впервые стали финансировать через фонд обязательного медицинского страхования. А вот Чувашия шла немножко впереди даже всей страны. Показатель смертности в Чувашской республике, он намного ниже всероссийской, но не доходит еще до европейского. 480 надо сделать 300. И Чувашия на это способна. Вот это я Чувашии желаю. Честный и открытый диалог шел на съезде по многим общественно значимым темам. Члены партии говорили о проблемах, которые решает Единая Россия. Предварительное голосование, назначенное на конец мая этого года, во многом определит степень доверия населения к партии. Я думаю, что в Чувашии очень организованно и правильно пройдет внутрипартийное предварительное голосование, оно будет честным, конкурентным. И мы действительно в ходе этого голосования определим личности и лидеров, которые победят, и которых впоследствии партия будет поддерживать на выборах Государственной Думы. Естественно, этот процесс очень важен и для партии, в частности, и для Чувашии, потому что именно народ выберет предварительно людей, которые будут бороться за мандат депутата Государственной Думы. Регламент проведения предварительного голосования по всей стране уже принят. Началась организационная подготовка на местах. Лидер городских коммунистов покинул ряды КПРФ. Неожиданное заявление сегодня сделал первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ Дмитрий Евсеев. Депутат Госсовета принял решение выйти из партии, в которой состоял более 20 лет. Евсеев выступил против политики, проводимой руководителями КПРФ Чувашии. Подробности журналистам он сообщил на брифинге. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Кадровая политика в региональном отделении КПРФ поделила коммунистов на два лагеря. Руководитель фракции в республиканском парламенте Дмитрий Евсеев выступил против позиции нынешних руководителей партии. Накануне выборов в Госсовет Чувашии и Госдуму он заявил, что уходит из ее состава. То, что творится сейчас в рядах республиканской, я бы хотел подчеркнуть, республиканской партийной организации, эта ситуация совершенно несовместима с моими взглядами, с моими принципами, с моими убеждениями. Мои взгляды, в общем-то, на нынешнюю ситуацию разделяют и многие другие коммунисты, и многие ветераны партии. У нас нередко в партийном активе сейчас можно услышать о том, что республиканская парт-организация превратилась в семейный бизнес Шурчанова. В последние годы состав КПРФ покинуло много видных политиков. Игорь Маляков, Владислав Солдатов, Тамара Романова – все они сейчас состоят в других партиях. На днях прошел пленум коммунистов, где в качестве кандидатов в КПРФ, говорит Евсеев, были одобрены люди, репутация которых доверия не вызывает. Я думаю, не надо назвать даже такие фамилии. Вы все их прекрасно знаете. Лапин Алексей, который прошел по нашим партспискам. Я категорически против выступал этой кандидатуры. Это застройщики известные. Вы знаете, у него судимость уже одна была. Сейчас вторая судимость ему светит. Уже есть решение суда, где он признан виновным в мошенничестве. Не знаю, он, видимо, уже вступит в силу скоро. У нас появился непонятный политтехнолог Григорий Данилов с весьма подмоченной репутацией. Я просто в таких списках на выборы с ними не пойду в одних. Это для меня уже совершенно недопустимо. Дмитрий Евсеев считает, что его уход привлечет внимание к партийной проблеме федеральное руководство КПРФ. Мы не можем подавать на другого коммуниста в суд. Мы не можем доносить информацию правдивую о внутрипартийной ситуации до средств массовой информации, до общества. Поэтому для того, чтобы бороться с этой ситуацией внутрипартийной, для того, чтобы высказать свою позицию, я вынужден уйти из партии. Депутат Госсовета считает, что внимание общественности поможет оздоровить сложную ситуацию, которая сложилась в региональном отделении КПРФ. На сегодняшний день она такова, что из партии уходят сильные кадры, а интересы избирателей отходят для коммунистов на второй план. Валентин Шурчанов, вероятно, вновь пойдет на выборы в Госдуму, а его сын Алексей, скорее всего, будет претендовать на кресло в Госсовете Чувашия. И в перспективе получит от отца борозды правления республиканским отделением КПРФ. Медрик Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. В Чувашии завершились командно-штабные учения по пресечению условного террористического акта на объектах массового пребывания людей. Практическая часть учения отрабатывалась в Чебоксарах и Канаше. Продолжение в материале наших коллег из пресс-службы МВД. 10 февраля оперативным штабом по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике под руководством начальника управления ФСБ Сергея Сафронова проведен завершающий этап командно-штабного учения по пресечению условного террористического акта на объектах массового пребывания людей. Целью учения, практическая часть которого проводилась в Чебоксарах и Канаше, явилось повышение уровня профессиональной подготовки личного состава привлекаемых сил. В ходе сегодняшнего учения мы рассмотрели учебные вводные, требующие принять неотложных решений в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Отработали алгоритм совместных действий сил и средств группировки оперативного штаба. Как руководитель оперативного штаба считает, что цели учения достигнуты. В целом положительно оцениваю работу оперативного штаба и должностных лиц. Также в ходе учения отрабатывалось взаимодействие между подразделениями группировки штаба, республиканскими органами власти и местного самоуправления при решении служебно-боевых задач. В середине марта в Чебоксарах пройдут два мероприятия российского масштаба. Шестой культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств и конференции по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки». О подготовке к этим событиям шла речь на рабочем совещании у заместителя председателя кабинета министров Чувашии Аллы Салаевой. Форум будет проходить в Чебоксарах с 17 по 19 марта. В нем примут участие делегации от каждого субъекта Приволжского федерального округа, а также представители Министерства культуры России. 18 марта планируем открыть торжественное открытие форума, научно-практические конференции по теме сохранения и развития культурных традиций национальных меньшинств. Выставка работ будет организована мастеров декоративно-прикладного изобразительного искусства, мастер-классы представителей Чувашии регионов, фестиваль народного творчества национальных меньшинств. Около 200 гостей увидят, как взаимодействуют на деле разные народности, проживающие в республике, и какой диалог налажен между ними и обществом. Есть регионы, которые впервые будут принимать участие в подобной повестке. И они привозят с собой мастеров, они привозят с собой декоративное творчество, они привозят с собой выставки, которые покажут их туристическую привлекательность. Так как это проходит в одно время, и те же даже туристический бизнес, который приезжает и будет представлен сегодня ведущими российскими компаниями, им также будет дополнительно интересно посмотреть, как представляют себя другие регионы. Здесь мы говорим за, опять же, связь с уроками, преемственностью, за тот же окружающий мир для детей. Вот этот вопрос, когда дети нашей республики, как минимум, должны будут в течение нескольких дней, 4 дней будет работать эта выставка. Прийти, посетить и посмотреть культуру народностей. Проект «Живые уроки», в который Чувашия уже вошла как пилотный регион, будет обсуждаться на конференции по экскурсионно-образовательному туризму. Он поможет повысить качество образования и даст школьникам возможность изучить школьную программу на практике. Уроки будут проходить в увлекательной форме с использованием квестов, экскурсий, викторин в музеях и на промышленных предприятиях. В системе образования это нужно для того, чтобы учителя, педагоги привлекали дополнительные ресурсы для повышения мотивации детей в изучении истории, естественно, научных дисциплин. В системе культуры, где находятся музеи, им это нужно для того, чтобы в музеи пошли дети, а через детей семьи. А туркомпаниям это нужно для того, чтобы привлекать уже через дополнительные ресурсы системы образования, системы культуры музеев, наш регион дополнительных туристов, таким образом укреплять экономику страны. Для привлечения туристов будет реконструирован музей Чапаева. Вокруг музея организуют площадку для фотографирования, а внутренние залы изменят свой вид. Второй зал, который у нас сейчас является кинозалом, при сохранении свойств кинозала мы хотим его преобразовать, который под условным названием будет носить, экспозиция будет носить «Чапаев и искусство» или «Чапаев или соцреализм». То есть мы предлагаем в кинозал переоборудовать выставочную площадь. Кроме этого, у нас есть еще небольшое помещение, где мы предлагаем такую небольшую интерактивную площадку, созданную по образу штаба, который мы видим в кинофильме. «Туризм станет отправной точкой развития Чувашии, а значит привлечет к нам не только гостей, но и инвесторов». Оксана Очкасова, Олег Якимов, Республика. Человечество изучает космос не одну сотню лет, но только полвека назад удалось увидеть Землю с орбиты. С тех пор в космосе побывали свыше 400 человек, и большая часть космонавтов – граждане России. Но больше всех запомнились первопроходцы, а самыми значимыми стали первые открытия. Именно им, пионерам космоса и, в частности, уроженцу нашей республики Андриану Николаеву, посвящен альбом-каталог под названием «Чувашия космическая шоршелы». Цель книги, альбома «Чувашия космическая» – это, конечно, возвысить человека космического труда, показать ярчайшие страницы освоения космоса, составляющие гордость нашего народа. В книге уникальное собрание предметов и фотодокументов и с музейной коллекции, связанные со славными именами отечественной космонавтики. 500 страниц книги рассказывают не только об истории освоения космоса, но и отправляют читателя на сотни лет назад, когда космос олицетворяли, наделяли магическими способностями, а все космические явления объясняли проявлением божественных сил. От мифов древних «Чуваш» до первого полета в космос, от фантастических идей до математических расчетов – в этом альбоме каждая страница рассказывает, как удалось человеку преодолеть силу притяжения и выйти на орбиту. Но особое место в альбоме занимает биография нашего земляка – пятого мирового космонавта и третьего российского Андриана Николаева. Он первый, кто участвовал в космическом военном эксперименте и кто провел на орбите 17 суток. Имя Андриана Николаева прославило не только СССР, но и Чувашскую республику на весь мир. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. В век информационных технологий мы, не оглядываясь, смотрим вперед. Вместе с тем, многих ошибок можно было бы избежать, опираясь на опыт прошлого поколения. Это отлично знает наш следующий герой – главный архивист Государственного исторического архива Чувашской республики Федор Козлов. Сегодня стало известно, что он занял второе место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист России». В свое время Федор Николаевич был и фрезеровщиком, и учителем, и начальником отдела архивов Минкультуры Чувашии. Но верх одержала тяга к научной работе. 39 лет Федор Козлов издал три монографии и подготовил докторскую диссертацию. В сфере его интересов – история православия, советский период в национальных регионах Среднего Поволжья. Мало таких энтузиастов, которые бы осмелились рассматривать такой советский период. Да, у нас, конечно, были отдельные труды. Вот Петр Денисов, да. Но все-таки те монографии и труды, они несут более такую идеологическую все-таки сторону. Потому что были написаны в советское время. А вот в нынешнем труде, который предоставил Федор Николаевич Козлов, конечно, смело заключается в том, что он в первую очередь не побоялся работать в архивах. Да, это колоссальная работа по работе в архиве. Это ведь надо все просмотреть, и не просто просмотреть, проанализировать, систематизировать и изложить. Вот в этом, конечно, заключается подвиг. Результатом долгой и крепотливой работы стали два научных издания, о непростых для православной церкви временах. Оба издания вызвали большой интерес у научной общественности, духовенства и просто верующих граждан. Он рассказал нам историю нашей Чувашской республики, вот Чувашии конца 19-го столетия и вот начала 20-го столетия, и самые вот эти страшные годы. Почему нам было интересно? Потому что он опирался, каждое свое слово подтверждал документами. И мы верили ему. В прошлом году Федор Козлов подал заявку на участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист России». Основной критерий конкурса – это использование документов. Помимо использования своих монографий, Федор Николаевич целый год сотрудничал с национальным телевидением Чувашии, помогая готовить передачу «След в истории». Рассказ о Казанской губернии, точнее ее территориях, входящих в состав современной Чувашии в годы Первой мировой войны, был настолько интересным и подробным, что авторам программы пришлось создать специальную рубрику – записки архивиста. О том, как помогали больным и раненым, как жилось военнопленным, как работала почта и цензура, как проходила мобилизация, об этом и многом другом рассказывал телезрителям Федор Козлов. «Был установлен принцип кружечного сбора, когда во всех церквях помещалась специальная кружка, но в нашем понимании, если мы идем в церковь, это ящичек, тогда это была обычная кружка, и назывался это кружечным сбором, куда каждый, кто приходит в церковь, мог по своему желанию опустить любую сумму – от копейки, полкопейки или еще сколько-то, в зависимости от того, какие финансовые возможности у человека есть». Сегодня Федор Николаевич собирает материалы для монографии о чувашских братьях-священниках Якове Андрея и Федоре Турханах и готовит совместный проект с газетой «Советская Чувашия». Дарина Игнатьева, Елена Гальперина, «Республика». 27 лет назад, 15 февраля, последний взвод советских войск покинул Афганистан. О событиях тех дней, дружбе, проверенной годами, о мужестве и памяти рассказали ветераны афганской войны, чебоксарским школьникам и студентам. «Военное дело – это не игрушки. Если кино там смотрим, или кино-то еще более-менее, а смотрим телевизор, там понарошку все играем, вроде бы это, ну, так, игрушки детские. Война – жестокая штука». Тогда, 30 лет назад, о том, что война жестока, солдаты советской армии слышали от своих отцов и дедов, участников Второй мировой войны. Но о том, что придется самому взять оружие в руки и не спать ночами, ждать писем из дома, свыше 100 тысяч молодых человек вряд ли догадывались. Афганская война унесла немало жизней. Из 5 тысяч солдат из Чувашии 117 не вернулись домой. «Война просто так не проходит. С Афганистаном многие вернулись израненными, многие получили там тяжелые контузии. Для поддержки своих боевых друзей, для объединения мы создали вот эту организацию «Доблесть» еще в 99-м году для защиты законных прав и интересов ветеранов боевых действий. Мы также поддерживаем инвалидов, поддерживаем по возможности семей погибших воинов». Сегодня события Афганской войны уже история, но у нынешних школьников и студентов есть возможность встречаться с очевидцами. «Все истории, которые они нам рассказали, здесь чувствуется душа человека, что он пережил в этой войне. Здесь чувствуется братство, все на равных, вот что запомнилось. Все истории, каждый сам свое пережил, и все они уникальны, и надо знать эту историю». День вывода войск из Афганистана стал днем памяти всех россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Разговор между нами девочками состоялся в 61-й Чебоксарской школе. Старшеклассницы обсудили некоторые вопросы с участницами Женсовета Республики. На беседу со школьницами пришли психологи, социологи, имиджмейкеры и просто неравнодушные мамы. Их главное желание – воспитать здоровое общество, помочь подросткам справиться с проблемами, научить их делиться своими переживаниями. Работа с одним классом не ограничивается часовой беседой. Участникам оставляют наглядные материалы, телефоны доверия, визитки специалистов, чтобы оказаться рядом в нужную минуту. «Мы никак не хотим быть в стороне, потому что каждая мама заботится о своем ребенке дома. Она какие-то дает наставления, пожелания, чтобы ребенок был в безопасности. Ну а мы, как общественные мамы, тоже посещаем школы. Это сегодня наш первый выход, ни в коем случае не последний. Обязательно у нас будут и с мальчиками встречи». Подростки – люди особые, с тонкой душевной организацией. Иной раз обсудить свои проблемы с родителями они не могут. И в таких ситуациях на помощь приходят участницы Женсовета. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова